Уважаемые клиенты и трейдеры компании Амаркетс, коротко пройдемся по основным событиям за вчерашний день. Вот сегодня он в принципе тоже начался довольно таки интересно. Вот вчерашнее закрытие фондового рынка было в снижении. Это связано во многом с напряжением вокруг торгового конфликта, которые вовлечены все большее количество стран и окончанием летнего сезона отчетности, что закономерно, когда склонность к рискам активов на этом фоне снижается. Вот по этой же причине инвесторы перекладываются в американский доллар, который вырос до максимума за полторы недели против корзины основных валют. Индекс доллара США поднимался до отметки 95.676. Валюты развивающихся стран преимущественно находятся в снижении. Сегодня состоится второй этап переговоров между США и Канадой. Как я уже отмечал вчера, Трамп на прошлой неделе предупредил, что нафта вряд ли будет существовать в прежнем формате. Также определенную поддержку доллару оказали вышедшие вчера данные по деловой активности в производственном секторе от АСМ, показавшие значение значительно лучше прогнозов и продемонстрировавшие максимум с марта 2011 года. При этом хотелось бы отметить, что данный индикатор является опережающим и относится к категории опережающих, потому что товары были произведены, но еще не были реализованы. Соответственно, может найти отклик в следующих данных по ВВП США. Сегодня были опубликованы данные по ВВП Австралии за второй квартал, которые показали рост экономики на уровне 3,4% вместо прогноза на 2,8%. Обращаю ваше внимание, что это самое сильное значение с июня 2014 года. При этом мы видим, что на такой позитивной статистике инвесторы крайне осторожно покупали австралийскую валюту. Рост составил порядка 36-34 пунктов, что мало ли такой сильной статистики. На данный момент пара продолжает снижение и находится на отметке 0,7176. В своем заявлении Банк Австралии отметил, что к декабрю 2018 года ожидается рост ВВП на 3,25%. Хотя уровень безработицы не соответствовал ожидаемому уровню, а инфляция вряд ли достигнет своей цели до 2020 года. А это означает, что на процентные ставки будут продолжать оставаться на текущем уровне в районе 1,5%. Дополнительное давление, конечно же, на валюту оказал индекс по деловым отношениям Китая, который показал в сфере услуг, который показал значение 52,9, что лучше предыдущих значений, но все-таки хуже прогнозов. Выход, в принципе, был закономерен после пятничной публикации по деловой активности Китая. Также Народный Банк Республики произвел очередную девальвацию юаня, понизив его до отметки 6,3521 по отношению к доллару. Цены на нефть выросли до максимума за 8 недель на фоне приближающегося тропического шторма, из-за которого приостановлена работа двух крупных нефтяных терминалов Мексики. Но к концу в американской сессии резко откорректировались на 200 пунктов, дойдя до цен открытия этой недели. Вот падение было довольно серьезным, и, в принципе, все, кто стоял в шортах, ожидая вот этих отскок от этих психологически важных уровней, я думаю, что неплохо заработали. Следующее. Также сегодня в центре внимания у нас будет публикация по композитному индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны, а также отдельно по каждой взятой страны ЕС. В 11.30 будут опубликованы данные по деловой активности в Великобритании, а в 15.30 решения по процентной ставке Канады. На этом заседании мы не ожидаем повышения ставок, но уже к октябрьскому заседанию вероятность ужесточения монетарной политики подходит к 82%. Обязательно надо учитывать неопределенность в торговых переговорах, которые будут проходить сегодня, а также то, что банк уже повысил ставку на июльском заседании. Поэтому будем внимательно следить за дневными публикациями и коротко пройдемся по торговым идеям на сегодняшний день. Итак, по доллару, канадский доллар, идею, которую я озвучил вчера, в принципе, как и ожидалось, пара пробила сильное сопротивление в области 1.3100 и достигла отметки на 1.3180. Пока каких-либо предпосылок на сильную коррекцию я не вижу. Следующая цель – это отметка 1.3285, к которой пара может подобраться до конца текущей недели. Также мы здесь видим рекордное значение по перепроданности данного актива. Никаких предпосылок для коррекции на данный момент здесь действительно, скорее всего, нет. Опять же, на движении по паре, естественно, отразятся данные по публикациям и по процентной ставке Банка Канады, а также определенное влияние будет оказано после переговоров Трампа и министра иностранных дел Канады. Но, тем не менее, мы видим с вами по тому же австралийскому доллару, что даже позитивная статистика по ОВП не смогла нормально поднять эту валюту, укрепить ее по отношению к доллару. Общая тенденция сейчас идет в сторону его укрепления. Канадский доллар, как определенный аутсайдер, который не смог полноценно укрепиться в течение последних двух-трех недель укрепления американского доллара, в принципе, здесь у нас есть довольно неплохой зазор, который пара еще может пройти в сторону укрепления доллара. Так, и следующая валюта – это австралийский доллар. Также, как я и предполагал, коррекция австралийского доллара носила кратковременный характер. Уже в ходе европейской сессии пара продолжила снижаться к сильному уровню поддержки в области 0.7150. Цель остается прежней – это снижение ключевому уровню на отметке 0.7200, который преодолеть будет довольно затруднительно, но это мы будем уже обсуждать, когда пара этих значений достигнет. Вот, в целом, по сегодняшнему дню, отмечаю, что вероятнее всего у нас будет продолжаться, доллар будет продолжать получать укрепления, потому что ситуация в мире геополитическая нестабильная. Доллар сейчас выступает главным рисковым активом, фондовый рынок будет потихоньку откатываться, что мы уже вчера видели по закрытию рынка. NASDAQ закрылся, по-моему, на 60 пунктов ниже цены открытия, поэтому эта тенденция будет продолжаться, и тот капитал, который сейчас находился в очень сильно растущем фондовом рынке, постепенно будет искать себе другое пристанище. Вот, и вероятнее всего этим пристанищем на данный момент станет американский доллар. Вот, на сегодня все, я желаю всем успешной торговли, следите за рисками, контролируйте свои эмоции, следите за публикациями на сайте, на компании Markets. Всем желаю успешной торговли и хорошего профита. До свидания.